Вот этот пиджак я достаю только в исключительных случаях, на большие праздники. А какие? Это День Победы и День Советской Армии и военных флотов. Сегодня у Петра Яковлевича как раз такой особенный день. Поздравить его с Днем Победы пришел глава администрации Барнаула Сергей Дугин. Пожелание у градоначальника только одно – крепкого здоровья и долгих лет жизни на нашей барнаульской земле. Дело в том, что дочка и внучка Петра Бобкова живут за границей. Одна в Германии, другая на Кипре. А вы на Кипр не собираетесь? Нет. Нет? Все-таки в Барнауле лучше? Конечно, там жарко очень. Даже не поэтому. Вы знаете, я на самолете просто не хочу. Где родился, там и пригодился. Петр Бобков считает себя патриотом. Большая часть его жизни прошла в Барнауле. А воевал он на Дальнем Востоке. Был командиром противотанковой пушки. Орден славы получил за освобождение от японцев города Мулин. Своё участие в той операции помнит до сих пор. Мы точно уничтожили всю позицию, все приборы и самого японца, корректировщика. И тогда наши танки пошли. И мне тогда правительство командования представило ордену славы. Сегодня в Барнауле проживают 623 участника Великой Отечественной войны. К сожалению, ежегодно их становится всё меньше. А поэтому такие встречи бесценны, отметил сегодня глава администрации Барнаула Сергей Дугин. А Петр Бобков, День Победы, решил отметить в кругу семьи. В краевой столице у него живёт сын и внучка. Говорит, обязательно придут. Сказать спасибо за победу. Ольга Калачёва, Николай Шилко, информационный канал, город.